вообще первый в моей жизни даже не только во флориде в моей жизни потому что никогда не жила в доме только приезжала на лето к бабушке на два-три месяца в деревню а сейчас нас вот такой вот будет шикарный дом я считаю что у нас покупка просто супер что еще тебе подарили не забыла такая вот подарочная карта на 100 долларов мы можем и потратить куда угодно на что угодно мы в любом случае еще будем здесь кататься изучать все показывать снимать вам скользили что это суд главное здание в городе это суп да и обычно она самая красивая ну давайте теперь отвечу на самые интересующие вопросы я думаю что в первую очередь это вопрос цены какой процент на сколько лет ипотека сколько стоит обслуживание дома ну давайте по порядку как уже понятно из названия видео дом стоит 375 тысяч долларов мы внесли первоначальный взнос всего 10 процентов говорю всего потому что на данный момент просят и 20 и 30 процентов первоначальный взнос но это чаще всего за квартиру с домом оказалось немножко проще то есть получилось что у нас 37 с половиной тысяч долларов первоначальный взнос плюс закрытие сделки там около 15 тысяч если я не ошибаюсь плюс какие-то проценты ну вы знаете да здесь на все там эти налоги страховки и в общей сложности у нас первоначальный взнос получился 51 или 52 тысячи долларов и я посмотрю точно на всю оставшуюся сумму мы взяли ипотеку стандартно она выдается на 30 лет но по возможности мы конечно будем платить быстрее как и у нас было с квартирой за квартиру мы тоже платили больше чтобы снизить процент ну и соответственно быстрее освободиться от ипотеки что касается процентной ставки на данный момент процент достаточно высокий наша процентная ставка 6 и 6 и если вдруг мы захотим выплатить ипотеку раньше мы это можем спокойно сделать хоть завтра и за это не будет никаких штрафных санкций плюс ежемесячные платежи у нас будет 186 долларов так называемый это обслуживание в него у нас входит кабельное телевидение интернет и полив травы вот которая сзади меня помимо этого в стоимость обслуживания также входит пользование бассейном тренажерным залом волейбольной площадкой обслуживание детской площадки и также сюда входит вывоз мусора один раз в неделю раз в год нужно платить страховку но на данный момент она у нас уже включена в стоимость ипотеки на следующий год мы можем будем ее платить отдельно и соответственно налоги насчет налогов я пока что точную сумму назвать не могу но бывшие владельцы этого дома если я не ошибаюсь платили около 4000 долларов но это будет все зависит от рынка если цена дома будет расти соответственно налоги тоже будет немножко расти очень часто люди любят задавать такие странные вопросы например зачем вам дом вы же дальнобойщики и дома почти не бываете знаете у меня всегда вызывает просто дикое негодование такой вопрос но это то же самое что вот вы работаете в офисе целыми днями рано утром пришли поздно вечером пришли я вам буду у вас буду спрашивать а зачем тебе вообще дом ты все равно на работе проводишь это время остаться на работе поспи за компьютером зачем тебе платить за квартиру но это очень глупо на самом деле звучит и никогда не понимала таких вопросов дом это дом это твое здесь твой почтовый адрес здесь твои вещи ты возвращаешься и знаешь что это твои стены и в нашем случае теперь уже наша земля она кстати входит уже в стоимость этого дома я думаю когда задают именно этот вопрос люди подразумевают что лучше жить на съемной квартире платить аренду и вообще чтобы голова ни о чем не болела но я вам хочу сказать что она вас все равно будет болеть потому что элементарно могут понять поднять арендную плату за вашу квартиру если что-то случится тоже как особенно любят говорить вот если заболеешь ты не сможешь платить ипотеку тебя выгонят на улицу а вы думаете что если вы живя на съемной квартире не сможете платить вы заболеете потеряете работу вас оставят в этой квартире бесплатно жить ребят но немножко нужно все-таки думать когда вы такие вот параллели проводите ну ладно они имеют место быть поэтому я знаю наперед что это будут говорить об этом будут спрашивать поэтому я создала такую рубрику уже сразу отвечаю на вопросы которые предположительно будут задавать здесь в комментариях конечно у многих вызовет недоумение как так зачем вы купили дом в кризис вообще сейчас будет скоро дефолт ваша америка схлопнется и вообще окажетесь на улице ну если схлопнется значит схлопнется лично мы не хотим копить деньги годами 10-15 лет чтобы потом купить этот дом за наличные и гордиться тем что все я купил без кредитов но мы ведь живем сейчас они через 10-15 лет правильно и хочется пользоваться всем тем что нам предоставляет этот мир именно сейчас они потом это называется синдром отложенной жизни когда ваш хрустальный сервис например стоит в шкафу годами и пылится вы не пользуетесь потому что это только для гостей это вещи ими нужно пользоваться и то же самое с жильем конечно это намного более масштабно платежей больше и так далее но все равно если делать какие-то сравнения хочется жить именно сейчас и пользоваться тем что тебе предоставлено что еще часто спрашивают вернее утверждают говорят о том что дома в америке строится из и палок из картона из бумаги и всего прочего конкретно в нашем комьюнити дома строятся из бетона они блочные и даже второй этаж хотя обычно второй этаж строят из дерева так что не всегда вот это утверждение верно и не стоит верить этому слепо и просто нужно проверять информацию и изучать вопрос как мы вообще покупали этот дом мы купили его через интернет просто по картинкам наш риэлтор наталья и алена они работают вместе они послушали наши запросы мы хотели что по возможности чтобы дом был либо угловой либо хотя бы максимум было два соседа чтобы какая-то приватность все-таки было дали запрос по сумме соответственно по площади чтобы была какая-то близость к основным дорогам потому что мы дальнобойщики чтобы нам было удобно выезжать в рейс то есть по всем вот этим нашим запросам параметрам наши риэлторы составили целый список домов начиная домами от застройщика и заканчивая домами которые в которых уже жили люди и пересматривая ну наверное домов 30 мы смотрели по картинкам смотрели где находится этот дом какая какое расположение локация и в какой-то момент я увидела вот этот дом сразу он почему-то мне вот внешне даже понравился показался таким каким-то уютным и территория у него такая достаточно приятная но когда я начала рассматривать более подробно я позвала сергея говорю смотри как тебе этот дом мы посмотрели что у нас бассейн вот буквально в 20 метрах у нас всего лишь один сосед потому что с другой стороны у нас парковка а сзади вот как вы видите на такой небольшой лесочек никто там уже ничего не построит и нам даже не нужно строить здесь свой бассейн о котором мы кстати задумывались изначально потому что нам пройти вот буквально вот вы вы видите если я подниму вот здесь уже находится бассейн и когда мы поняли что мы заинтересованы в этом доме он нам понравился мы хотим его купить мы тут же позвонили наталье нашему риэлтору она живет здесь буквально в двух милях от нас она говорит я сейчас туда поеду она просто села на машину созвонилась предварительно с продавцами но так как уже было около семи часов вечера ни один банк не работает мы просто решили оставить заявку сразу же и если нам повезет если этот дом наш как говорится значит он нас дождется еще в этот же вечер приходили люди смотрели тоже дом и на следующее утро еще одни покупатели были они уже записаны были предварительно и в любом случае они должны были посмотреть его но заявку мы все-таки отправили и вот буквально через день нам приходит ответ что наша заявка рассмотрена и мы можем приступать к оформлению документов ипотеки то есть мы уже начали работать с банком мы очень-очень были этому рады конечно было волнительно мне кажется что мы до сих пор еще не осознаем не верится что эта земля это она уже наша весь процесс оформления у нас занял примерно месяц сначала приходит оценщик который оценивает недвижимость по многим параметрам там на несколько страницах он сравнивает со стоимостью других домов которые похожие проданы потом приходит инспектор который проверяет дом на наличие каких-то трещин чтобы все было в порядке чтобы работали все краны все системы после этого или уже в процессе банк проверяет нас на нашу кредитную историю на нашу платежеспособность кстати насчет квартиры я думаю будет вопрос что мы с ней будем делать но вот прям вот на сегодняшний день когда я записываю это видео квартира пока что просто стоит и мы думаем либо ее сдавать либо продавать то есть мы еще пока считаем что будет выгоднее для нас и если это будет потом интересно я расскажу в каком-то видео что же в итоге с нашей квартирой в майами ну конечно же в какой-то степени было жалко мы прожили в этой квартире два с половиной года конечно мы привыкли нам нравился вид из окна на океан что он находится в непосредственной близости но мы выбирали место так чтобы нам было удобнее для работы все-таки орландо чуть-чуть более выгодное расположение для работы плюс стоимость дома в майами за такую цену просто невозможно купить новый дом практически новый ему всего лишь два года было ли жалко расставаться с квартирой ну наверное было больше непривычно и было какое-то волнение потому что я никогда не жила в доме только приезжала к бабушке там на лето в детстве и все но этот был домик в деревне здесь уже это немножко все по-другому и наверное у меня был какой-то небольшой страх и сожаление о том что у нас такой был прекрасный вид на океан и теперь его у нас не будет но в доме я думаю тоже найду для себя плюсы хотя бы даже переезд из квартиры мы когда вы носили вещи сначала по коридору идешь потом ждешь лифт и там у нас три лифта но можно пользоваться только одним который именно сервис лифт потом это все пронести через парковку загрузить здесь конечно же ты подъехал все выгрузил в гараж легко и просто мы наверное за два часа все сделали и у нас все вещи уже в доме но это такие какие-то уже плюсы ощущаются что все достаточно быстро ну и конечно локация здесь хорошая у нас рядом магазины рядом банки все что необходимо буквально там две-три минуты езды на машине но я еще буду все изучать потому что эти два дня мы просто переезжаем распаковываем все коробки и пока что еще не было времени съездить погулять но я думаю мы обязательно это с вами сделаем когда мы приедем следующего рейса поедем изучать город посмотрим что там есть ну и остальные какие-то достопримечательности тоже с вами посмотрим если вам будет это интересно но я надеюсь что на какие-то основные вопросы я ответила поэтому если что то вы пишите в комментариях я конечно же рассчитываю на адекватность зрителей потому что мы эти видео снимаем в первую очередь для себя для истории все что происходит в нашей жизни во-вторых мы снимаем для вас для информации потому что многим интересно как здесь все происходит не только покупка чего-либо но и просто обычная жизнь ну и в-третьих снимаем это как развлекательный информативный контент потому что кому-то просто интересно посмотреть а кому-то будет полезно послушать какую-то информацию я надеюсь что я смогла ответить на основные вопросы но если еще какие-то вопросы останутся вы можете написать в комментариях и я по возможности постараюсь на них ответить всем большое спасибо за внимание и до новых встреч пока пока а а